Новая дорога Я имею в виду, будь человеком, который всегда готов делать что-то новое. Новое всегда приводит к расширению, к росту. Иисус Навин, 3 глава, 1 стиха по 4. Библия говорит, чтобы вы поняли историю, Иисус Навин с израильским народом, они в пустыне 40 лет. Цели не пустыня, цели попасть в землю обитованную, где течет молоко и мед, это их цели. Они туда шли все эти 40 лет, но они оказались в пустыне. Но теперь на грань того, что теперь они должны выйти из пустыни, войти в землю обитованную. И рано утром встает Иисус Навин, и двинулись они от Сетима и пришли к Иордану. И они, и все сыни израилевы, и ночевали там еще не переходя. И три дня пошли надзиратели по стану, через три дня, и дали народу повеление. Говоря, когда увидите ковчег завета Господа, Бога на вашего, и священников, и левитов, несущих Его, то и вы двиньтесь с места своего и идите за Ним. Впрочем, расстояние между вами и им должно быть до двух тысяч локтей мира. Не подходите к Нему близко. Чтобы знать вам путь, по которому идти. Заметьте, что Иисус Навин дальше говорит, «Ибо вы не ходили с ним путем ни вчера и ни третьего дня». Заметьте задачу? Обетование мы имеем, мы слышали, мы ожидали, но этим путем мы никогда не ходили. Поверьте, если ты делаешь, ходишь путем, по которому ты уже ходил раньше, быстрее всего служение скучное, если бизнес остается среднее. Люди, которые постоянно двигаются только тем путем, как раньше, нового никогда не достигают. Поэтому Иисус Навин говорит, «Стоп, стоп, запомните, этим путем вы никогда не шли. Поэтому не надо там бегать, прыгать без обдумывания, потому что вы не знаете, как этим путем идти. Один только выход, смотрите на ковчег, куда идут священники или видите, вы за ними, пожалуйста, не надо налево, направо, за ними, потому что это новый путь. То есть, кто ввел их в новое, это Бог. Новая дорога приводит нас к урощерению. Новое – это там, где мы никогда не было, но новое – это Божий план. Это не означает, что это не Божий план. Многие люди легко думают, что привычное равняется Божий план. Почему? Они говорят, у меня мир на сердце. Конечно, если ты делаешь то, что ты делаешь всегда, на сердце у тебя будет мир. Но это не означает, что это духовный мир. Это просто мир, что нет страха. А это новое вызывает у меня тревогу. Наверное, не от Бога. Не-не-не-не. Это тревога не духовная, а тревога чисто душевная. От того страха, что новое. Но чтобы продвигаться в Божьем плане, нужно делать то, что никогда не делали. Они 40 лет в пустыне. Крутились по пустыне. А теперь надо было войти в землю. Им надо было первое – пересекать Иордан. Это вызов. Море. Моисей помог открыть море, но он умер. А теперь Иордан широкий, его не пройти там. И ему надо было, Иисус Навин, поверить, что сейчас они войдут в воду, вода остановится, и народ пройдет по суше. Это такой вызов, это новое. Но без этого попасть в землю – никак. Удивительно, что мечты, которые мы имеем, перед тем, как в них войти, нужно проходить через нелёгкости. Вы знаете, что мне нравится в жизни? Я люблю вызов по той причине, что когда есть вызов, я делаю всё, что могу. А всё остальное оставляю в руки Божьей. Заметите, Бог, Он не против нового. Даже наоборот, Он будет нас двигать туда. Вот поэтому нужно учиться забыть старое, двигаться в новое, и в то, что никогда не было. При этом, смотрите, войти в новое не означает копировать других людей. Есть моменты иногда, когда можно учиться у других людей, да. Есть моменты, когда можно узнать у других людей. Есть моменты, когда можно познавать из опыта других людей. Но чтобы продвигаться в Божьем плане, нужно новое, то, чего ещё нигде никогда не было. Но при этом, скажу вам, можно учиться у других людей, у которых кое-что получилось, и оно будет для тебя новое, а мы учимся у других, которые уже этим путём прошли. Заметите, новое – это Божья дорога к тому, чтобы продвигаться дальше в Божьем плане. И что одно, что очень важно, когда мы хотим новое, надо учиться смотреть по-новому. Исайя 43 глава, 18-19 стих. «Но вы не вспоминайте прежнего, и о древнем не помышляйте. Вот я делаю новое, ныне же оно явится. Неужели вы и этого не хотите знать? Я проложу дорогу в степи и реки в пустыне». Заметите, когда Бог хочет нового, куда Он не идёт? В пустыне. В лес, в джунгли, где ничего нет. А когда мы смотрим на джунгли, на пустыне, мы не думаем о реке. В пустыне мы думаем, как можно быстрее оттуда убежать. А Бог, получается, у него такое прямо удовольствие от того, что Он создаёт дороги в степи или в лесу. И реки в пустыне. Заметите, что Он называет. Это реки в пустыне. Имеется в виду там, где воды нет. И в степи это, как в джунгли, где нету дороги. По-другому Он и говорит. Ты не бойся. Учись всегда, что забыть старое и не бояться обстоятельства входить в новое. Не бояться обстоятельства войти в новое. Потому что многие люди, они настолько боятся, что они дерзятся за старое всё время. Вот. И Бог говорит у Исаии, забудь прошлое, и я сделаю новое. Хочешь, чтобы Бог дружил с тобою? Будь человеком, который постоянно идёт в степи. Вот когда стоишь перед пустыней, и Бог говорит, я сейчас буду создать реку. Обычно как делается? Тебе нужно войти и начинать шагать, и потихоньку река начинает создаваться. А в результате это вода, которая в реке напоит так много людей, поможет так много людей, но нужен человек, который готов встать перед лесом, встать перед пустыней и с верою сказать, церковь, идём. Поэтому Иисус Навин понимал, что простые люди, у них смелости на это нету. Поэтому священники встали и левики встали. И Иисус Навин говорит, вы за ними идите, куда они идут? Означает лидерство. Это тот контингент людей, которые должны стоять перед пустыней и сказать, народ, мы идём с Богом, создаём дорогу, река будет, идите за нами. Вот поэтому лидеры должны быть необычные люди. Первое, без страха. А что делает пастор, когда есть страх? Игнорировать страха в молитве. Не просто игнорировать воле. Нет. Игнорировать страх в молитве. Скажите, в молитве. Страха не надо просто игнорировать, в смысле, не чувствую, не реагирую, а в молитве. Молясь, игнорируя страх и двигаясь вперёд. Бог очень, Он любит, чтобы мы творили новое. Мне понравился цитат, который я читал когда-то. Человек сказал, я ходил в лесу и встретил две дороги. И я выбрал менее протоптанную. И это изменило мою жизнь так радикально хорошо, что я до сих пор радуюсь. Почему эта дорога была менее протоптанная? Обычно то, куда все идут, это не всегда там большие сокровища. Ну, потому что там легче. Менее протоптанная дорога, она трудная. Пару крокодилов на дороге будут. Надо прыгать какие-то через реку. Возможно, змеечки там ходят. Но ничего страшного. Ты пастор, ты лидер, ты директор, ты руководитель. Вот эти крокодильчики и эти змеи, это как раз уровень пастора. Для этого Бог его призвал. Как могут знать, что мы лидеры, если большие вызовы, мы никогда их не побеждаем. Как тогда могут понять, что мы руководители, если огромные вызовы, мы никогда их не преодолеваем. Вот почему мне понравилось слова Илья. Если я человек Божий, тогда когда-нибудь в жизни руководителя должно прийти слово, если я руководитель, если я пастор, если я лидер, если со мной Бог, то в конце концов я должен видеть знаки, что я пастор. Поэтому здравствуй, крокодил. Давай навстречу. Кто не будет скажите аминь. А проблема то, что мы хотим называться лидерами, а вызов лидерских мы не хотим встречать. Вот один человек сказал очень красиво. Он сказал, если ты делаешь то же самое, что ты делал всегда, если ты делаешь то же самое, что делал всегда, то ты всегда будешь иметь, получишь то, что ты всегда получил. Возникает вопрос, что же делать? В жизни очень важно, очень важно понять, что делать. Потому что, когда я не знаю, что делать, я не смогу улучшить себя. Первая книга царства, 17 глава, 26 стих. И сказал Давид людям, стоящим с ним, что сделать тому, кто убьет этого филистимлянина и снимет поношение Израиля, ибо кто этот необрезанный филистимлянин, так, что поносит воинство Бога живого. 34 стих. Вот. Давид, он слушает речь Давида. Давид и сказал Давид Сауэль, ибо он ибо он убивал, короче, 37 стих, он заканчивается теми словами, что и сказал Господь, Давид, Господь, который избавлял меня от льва и медведя, избавит меня от руки этого филистимлянина. И сказал Саул Давиду, иди, и да будет Господь с тобой. Первое, что делать? Научись видеть общую картину. Общую картину. Израильский народ видит Голиафа. Что они видят? Большой гигант, который бегает, ходит, кричит, пытается пугать. Они не видят общую картину. Какую? Бог на небе. Мы его народ. Они не в завете с Богом. Мы имеем право на победу. Эту общую картину ушла из глаза Израиля. Какая картина осталась? Голиаф, Большой, мы маленькие. Люди, которые не умеют видеть общую картину, всегда будут напуганы, мелкими обстоятельствами. Смотрите уровень Давида. Уровень Давида. Кто этот необрезанный филисимлянин, который поносит воинского Бога живого, он на это право не имеет. Это правильная широкая картина. Вторая картина, которую Давид заметил. Сауль ему задает вопрос. По-твоему, какое право ты имеешь претендовать на то, что ты его убьешь? Он говорит, очень просто. Я наблюдаю за общей картиной. Какую? Медведь пришел, дрался с ним, убил. Но это можно как случайность. Но потом пришел лев, я его убил. И я вижу уже общую картину, как Бог со мною, работает. И я уверен, что и это тоже филистимлянин, он в этой же цепочке. Воспитывать детей большая, очень большая ответственность. Но никогда не воспитывайте детей от выноса мусора сегодня, завтра мусор, завтра мусор, и кричать, обзывать, потому что он не вынес мусор. Смотрите на общую картину. Так? Сейчас покричу на него из-за мусора. Какие последствия? То многие дети развалены, уничтожены из-за мусора, который они не выносили. Но страдать будет всю жизнь, во всех аспектах жизни. Перед тем, как вы начнете кричать на ребенка за мусор, подумайте, исходя из общей картины. А почему важно видеть общую картину? Потому что Бог так видит. Представьте себе, когда умер Господь Иисус за нас, 2000 лет тому назад, но при этом Бог видел нас уже в спасении. То есть настолько Бог видел общую картину, и на несколько тысяч лет в период, что Он сделал дела, которые покрывают Бог, не работают штучно. Он общую картину видит. Когда мы видим общую картину, первый вопрос, который мы задаем, как должно быть? Какой оригинальный план Божий? Как должно быть? Когда Бог смотрит с неба, Его первые чертежи, что там было? Что на первые чертежи Бога? Что должно быть? Как должно быть? И мы начинаем смотреть на общую картину. Как должно быть? Не обязательно как есть, но как должно быть? К чему я шел? Что я ожидал? Какие были планы? О чем горело сердце? Что Бог открывал? За что мы молились? За что мы постились? Как мы двигались? Что было с самого начала? Что должно было быть? Второе как сейчас? Что еще не хватает? Что мы не доделали? Какие не сделанные дела? Закрыть глаза и думать, что Англии сделают ночь, пока мы спим дома? Это иллюзия. Такой нету. Поэтому должно было быть так, а как обстоят дела на самом деле? Надо что делать? Нужно проверить так, как должно было быть? Какой Божий оригинал? А если я узнал Божий оригинал, надо теперь понять, что не хватает? Когда я понял, что не хватает, тогда вопрос возникает, как недостающий исправить? Что делать? Скажите, что делать? Я вас не слышу. Я вас не слышу. Это вопрос, который я должен, не могу отвечать одним мигом. Это нужно поработать с командами, поработать с лидерами, поговорить, уточнять, послушать, собрать информацию, чтобы принять решения обдуманные, мудрые и помолиться за эти решения, чтобы они были настоящие, Божьи решения в решении вопросов. Одна из главных задач любого руководителя это обучать. Что делать? Номер два. Меняйся сам внутри. Новое никогда не будет, если внутри мы не меняемся. Римлянам 12, первый, второй стих Библия говорит так. Итак, умолаю вас, братья, милосердием Божьим, та-та-та-та-та, второй стих. Не сообразуйтесь веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная, совершенная. Первое, что надо менять, это свое мышление. Скажите, мое мышление нуждается в перемене. Один человек сказал так, если надо о чем-нибудь думать, то лучше я буду думать о чем-то широко и масштабно. Все равно думать надо, но если надо думать, то зачем мне думать узко? Если уже надо думать, тогда я не позволю мелким мыслям, глупым мыслям прийти мне в голову. Я буду думать широко, масштабно, потому что все равно думать надо. Второе, мы не хотим только мыслить широко. Нам нужно дальше идти. Заметите, нужно, чтобы внутри было то, что я называю глубокое недовольствие тем, что есть у тебя и отчаянное желание меняться. Недовольствие это Божий подход возбудить у тебя ревность на перемене. Поэтому я молюсь, пусть Бог даст вам глубокое недовольствие тем, что у вас есть и отчаянное желание видеть перемену. Третье, если мы хотим меняться сами, очень важно, чтобы внутри нас кроме отчаянного желания менять все, что есть, нужно развивать мышцу риска. Мышцу риска его надо тренировать. А как тренируется эта мышца? Мышца риска качается, делая новые вещи каждый день. Просто обучай себя делать что-то новое каждый день. Я недавно это в фитнес-центре спрашивал своего тренера, я говорю, некоторые упражнения мы с вами два года делаем, не пора ли их остановить? Он сказал, нет. Он говорит, вот последние полтора, уже полтора года после ваши мысли начали реагировать как должно. как это плечи ваши плечи уже начали реагировать как надо. Вы имеете ввиду полтора года? Да, так надо, чтобы оно поменялось. Я подумал, боже мой, если бы я знал, я бы раньше начал. Смотрите, мышца риска не качается за один день. Это нужно каждый день что-то новое, каждый день что-то новое, каждый день что-то новое, каждый день что-то новое. и мышца риска становится крепче, 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 и Бог сможет вам доверять новые вещи, которых никогда еще на земле не было. И вы сделаете успешно. И последнее, что делать? Будь человеком делов, будь человеком, который настроен на дело. Потому что если мы не настроены на дело, дела никогда не будет. Давайте будем людьми делом. Вот понравилось мне один человек сказал, никогда не сможешь пережить глубину океанов или океана, если ты не готов перестать видеть берег. Нам нужно быть людьми делом. Есть люди, которые надо избегать людей, которые разрушают твои планы, твой настрой в движении и твои масштабы. Не обязательно с такими людьми. И замерите, не надо бояться критицизма, потому что критицизм это часть жизни. Если мы хотим что-то делать, критицизм неизбежно, но оно не должно тебя останавливать. Критицизм неизбежен, но кроме если ты будешь никем и заниматься ничем и пытаться делать ничего, тогда критицизм на твою дорогу не придет. Первое царство 17, глава 28 по 30. Услышал Ильяв, старший брат Давида, и говорил он с людьми. И рассердился Ильяв на Давида и сказал зачем ты сюда пришел, на кого оставил немногих овец. Заметите, когда Ильяв начал ругать Давида, не тогда, когда он принес сыр и хлеб. Когда он принес сыр и хлеб, он хороший, спасибо братик, какой же ты молодец, спасибо, умненький, молодец, хороший брат. Потом он говорит, это кто? Голиав. А какое право он имеет? Он же не имеет права, мы войска он не завета Божия, кто это не обрезан, я его убью. С того момента хороший братик ушел из глаз Ильява. Сразу на кого ты оставил овечки, зачем ты сюда пришел? Брат, ты же в курсе, зачем я пришел? Я хлеб, сыр, ты только что, я же тебе это, ты знаешь, зачем я пришел? Нет, надо ругать, ты пришел посмотреть на сражение, разве? Но мне нравится, что Давид в 29 стихе Давид говорит, что же я сделал? Не слова ли это? Следующий стих, и отвратился от него к другому и говорил те же самые слова. Он понял, я останусь возле Ильява, у него есть возможность психологически, он мой брат, я от него завишу во многом, но если я буду слушать эти разговоры его, я не убью Ильява, Израиль останется в поношении, а и он Давид не станет царем, поэтому Давид отошел, не поругался с Ильявом, никогда не ругайте свое имя Господа, никогда ни с кем на тебя наехали, не наезжай назад, если хочется наезжать, закройся к Богу, Господь, ты видишь, я твой человек, прошу, заступись, включись Божий, он включится, он обязательно заступится, но не надо обзывать людей, скажи Амин, Бог желает, чтобы мы с вами делали новое. Христианская Церковь Победа приглашает всех желающих на богослужение, которое проходит в воскресенье в 10 и в 14 часов, а также в среду в 19 часов. Ожидаем вас по адресу Киев, улица Малинская, 16, недалеко от станции метро Академгородок. Пишите нам по адресу 01001 город Киев, абонентский ящик 53. Если вы нуждаетесь в молитвенной поддержке, звоните на линию жизни плюс 380 44 501 69 36.